Водкой меня, блядь. Я сейчас вызову Росгвардию, если вы не встанете. Врачи, грустно мне. Маленький скейтер. Смотрите, что мы сделали. Ну, четыре пары дрянь-деревор. Умершать проблемы по мере их поступления. У нас практически всё идеально. Идёт бомж, просит деньги. Бомж, одни, погромы. Четырёх, цеблоски. Кирилл и Ксюша оба трезвые. Просил броска на какую-то обезьянку ты похож. Всем привет, меня зовут Арина. Сегодня понедельник, мы приехали из Балашмака. Если вы подумали, что пропустили неделю, то нет. Да, я одну из всех недель в течение полугода не сняла. Поэтому, да, я была в Балашове. Смотрите, какую Ксюша купила лампу. Две таких купила. Две таких купила. Какой свет, видите, прямой. Конечно, не очень сегодня выглядел, как и блестящий просто, блин. Расчесали волосы, с черодайсом уложились, заметно? Я думаю, что не очень. Такой вот бальзамчик бистекс у Ксюши забрали. Блистекс. Блистекс. Расскажи, Бульмень, что вообще сегодня происходит у нас? Без комментариев. У меня удалились все видео с камеры, потому что Ксюша начала форматировать CD-карту. А я не успела их скачать ни на компьютер. И единственное, что я скачала, это вот это. Ала Капибара! Ала Капибара! Пиздец, Ксюш, спасибо. Она мою футболку наделала даже без моего ведома. Привет, ты твоя осталась. Охуеть, мне примерка нахуй просто не нужна, Ксюш. Ала Капибара! Смотрите, пришел еще такой заказик из вкладки. Первое, что мы видим, это очень вкусный попкорн с сахарной пудрой и солью. Это просто придумали гении. О, да, вот эта вот колбаса шоколадная. Она, конечно, не такая, как дома делаешь, но все равно очень вкусная, правда, вот честно. Я сначала подумала, что она еще такая маленькая достаточно, но прям вкусная. Дальше, что мы видим, это такие мороженые, они тоже продаются только в Яндекс.Лавке, походу, потому что больше нигде их не видела. С колой, все с колой. И тоже нигде не продается вот такой вот киндер кинг. Сейчас я все тут съем, очень сильно хочу есть. Я вообще сегодня ела мой йогурт, который я год назад сказала, что это просто ужасный йогурт. Тем временем я его ем уже без перебоя очень долгое время. Затем красную фасоль, моти. Это моти, сейчас скажу с чем. Вот я впервые его тут пробую. Это малиновый чизкейк. Сейчас прям попробую. Большой достаточно моти, то есть необычная. Это мороженое. Неплохо и даже хорошо, даже вкусно. Я думала, что будет не очень малиновый джем какой-то, но нет. Тут именно мороженое с малиной. Вкусно понравилось. После такого сытного обеда мы пришли меня фотографировать на улицу. Это видео. Нашли мы горку. Это видео? Да, нашли мы горку. Я фоткаю такая. Да, вот это влог. Понедельник вечером. Зажду мне завтра никуда не надо. Теха огромная. Там кто-то есть. Бежим. Фоткай меня, блядь. Пока. Давайте вот запечатлим лучше. Такси, лучше. А не покров негодует. Все, я забираю. Снимай носки и пофоткаю тогда. Кстати, все фотографии можно посмотреть у меня в инсте, поэтому если хотите, то можете подписаться. Шесть утра, я сняла видео. Ой, у меня чуть не слышал полностью макияж. Я думала, я его до конца смыла. Выгляжу, как будто вчера пила. И сейчас ложусь спать. Сегодня вторник. День начинается очень странно, потому что я проснулась. Все-таки вот сна непонятного. Вот, сейчас я иду в парк снимать рекламу самоката. Вот так вот. Наконец-то у меня взяла рекламу самоката. Мой самый любимый. Не знаю, одобрит мне ее или нет. Если нет, то менеджеры там очень непонятно мне как-то все объясняют. Все, я уже выхожу. За мной переехала такси. Давайте посмотрим, что лежит у рекламщика самоката в сумке. Ветчина. Самокат, кстати. И лимонад. Самокат тоже, кстати. Ветчина очень вкусная. Постоянно ее заказываю. Я еду, я не знаю, я успею ее ли снять. Потому что сейчас начинает заходить солнце. Вывод 19.04. А я приеду в 18.44. То есть, понимаете, да? Из-за того, что я проспала, все. Весь день. Ну, зато у меня хоть завтра на учебу. Надо куда-то, ну, типа, выспаться. Я ничего не успеваю. Я сейчас просила Ксюшу снять, она, потому что там, она после эпиляции, снять цветочки, все такое. А я, ну, в основных кадрах буду сниматься. Мне нужно быстрее, тем временем тут очередь. Спасибо. Все, я вышла из метро. Сейчас иду. Хорошо, что я знаю пара Горького, как свои пять пальцев. И быстренько до него дойду. И сейчас что-нибудь снимем. Хотя, посмотрите, какая тут серость. Где тут весна? Я не знаю, как я это буду делать. Смотрите, как все серо. Да только девчонка такая яркая. Ну, ее одну туда не встунешь. Смотрите, я сейчас иду. Такой идет маленький скейтер. Но скейта у меня, к сожалению, нет. И на нем кататься я, наверное, ну, не смогу нормально. По крайней мере, сейчас. Сейчас бы просто было идеально. Но с ногтями такими учиться не очень. Да и тем более я тороплюсь. Но если бы у меня был скейт, то я бы могла не так сильно торопиться. Я бы все успела. Иди со мной. А, ой, давай. Отфоткались. Смотрите, как я, Ксюша, цветочки подарила. Открывай. Да, Ксюш, нет. Значит, мой телефон не выкинула. Все, поднимаемся вверх. Мы, короче, поймали курьера самоката. Поймали курьера. Он стоял около двери, мы как раз подошли. Мы не в клетку его разобрали. Вот, и забрали такой пакетик. И курьера. Он у меня в портфеле орешил. Собрали все вещи и поехали к Еве. Зашли в магазин. Тут такие есть. Пупсики. Вот, да, мы сейчас с Милкой Милой. Нашла вот такую вот Милку и Милку XL. Мы никогда такого не видели. Ну, да, здесь. А вот эти наши ближавочки. Да, правда? Да. Арина, твое. Твой? Мой звак. Я голубых кролей. Хамалин. На здоровом. На здоровом. Сколько? 9 литров. Да. Такая BTS немножко. Вот это тогда уже берем. Грибочки вот эти страны. Мангей. Вкусные, кстати, очень. Вот это что? Да, я вот тоже думаю. Мне кажется, не Лосинь. Все, если быть честными, то мы впервые у Евы, да? Да. Мы впервые вот в этой квартире. Да. За сколько? Очень долгий срок. Хотя вот некоторые спрашивают, сколько мы дружим. Мы дружим где-то, ну, больше 15 лет. Да. Даже 16-17 лет где-то так. Поэтому. Нет, вообще, типа, это другая квартира. Вы не подумайте. Так-то мы у нее в гостях очень часто бывали. Вот что мы по итогу взяли. Получи. Смаком. Устраиваем секонд. Все будет в моем секонд. Вот это, наверное, уже все продастся, на самом деле. Ну, просто я туда выкладываю все. Чаще всего поздно ночью. И все это продается очень быстро. Ну, типа, люди заходят и покупают. Поэтому, если вдруг хотите что-то приобрести, то заходите просто ко мне в Телеграм. Я там, кстати, подписчиков. Хоть рекламу продавайте. В общем, мы уже начали вещь. Тут есть немножко катышек, а мы их убираем. Тут их, типа, по-моему, но мы все равно решили убирать. Да, сейчас будем продавать их там всяк-де. Смотрим по приятному вздару. И что, кстати, и мои, и Ксюшина, и Евина, все кто-то есть и Евы вещи. Фоткаем все на белых листах, очищаем от листов и кладем на белый фон. Походим в таких руках. Вот, Еве дала железочку. Я еще в человечестве. Я потом на работу. Если что, то не осуждай работу. Как это называется? Ну, вы поняли. Просто, вы что, теперь шутить нельзя? Там вообще шутят такие шутки, что я думаю, зачем ты это сказала? Я не могу прошутить. Короче, мне кажется, на это бы никто не засыграл внимания, если бы не я сейчас не сказала. Едем. Заплой. Тут еще, смотрите, пакет непростой как бы. О, мы там, короче, сейчас покажу. Смотрите, что мы сделали. Я нашла метлу, у нас не было крючей домофона, я положила свою метлу, чтобы мы прошли. Сейчас мы все это спокойненько сделаем. Церковь вам может жить спокойно. Вот такой вот у нас. Ради вот таких мороженых, я не помню, сколько купила, но они безумно вкусные, мои любимые. Ну, Ксюш, если тебе ужасно, то такие ты тоже не получишь. Почему? Не хочу. Ну ладно, просто сколы и такое, мак. Ну, ты же да, хочется. Потом. Это супер гречка с гуляшом, ее нужно заваривать. А мне купили? Да, я тебе купила, я в последний момент сказала, да. Липтон. Далее идет киндербуэна. Потом кукурузку, конечно же, с гуляшом поедим. И холодную колу. А на холодном все, но что не холодную, но вот это холодное, и это просто разъехать. Потом еще вот такие вот штучки. Пулков я зачем-то взяла. И вот последние, да, вот такие конфеты, это чтобы в подарок влазить тем, кто купит вещи. Сегодня среда. Я проснулась и поспала, кстати, два или три, два часа. Вот даже без гудельника я проснулась. И сейчас поеду ногти. Вот они спят. Круто, спасибо. Уже иду, тороплюсь. Настолько, чтобы у меня закончилось бесплатное ожидание. Да. Выгляжу максимально плохо, но потому что так. Я еще потеряла свою сумку. Не могла ее найти, ее уже хотела кричать, как всегда. Но потом подумала, что нет, не надо. И сразу ее нашла, потому что она не села на шкафу. Боже, моя кожа просто. Вот и все, я приехала. Я приехала заранее. Я думала, что просто будут пробки, и поэтому выехала пораньше. Вот. Я спала. С такси я поспала. Да, немножечко, но все. Думаю, сейчас пойти купить кофе. Вот здесь. Ладно, куплю. Вау. О, боже. Мой заказ. Да, я взяла чирсбургер. Я не знала, если честно, что еще взять. Я прям тупила. И взяла еще ватте. Да. Сейчас буду пить, есть и ждать ногти. Поела, поднимаюсь на ногти. Я на месте. Короче, перед тем, как сказать, ногти, ну, они тут будут мелькать, я расскажу историю, которая со мной произошла. Я приехала на 15 минут раньше, а я первый клиент была, поэтому мастер по маникюру еще не пришла. И когда мне было стулья в коридоре, я села на пол. То есть за уголок на пол никому не мешает, там никого не было. А мне подходит охранник. А предыстория перед этим, в прошлый раз, когда я приходила, я разговаривала по телефону, ну, типа, очень тихо, вот в этом холле. Он ко мне подошел, вот так смотрит на меня, я думала, ощущение хорошее, доброе скажет. Он смотрит на меня и говорит, типа, девушка, и вот так тыкает там бумажка. Я не представляла, что написано, такая, да, да, да. Потом еще раз говорю, он такой, девушка, вы не посмотрели? Начинаю смотреть, написано, не шуметь, я думаю, ну ладно, не шуметь, так не шуметь. Думаю, ну, типа, это, ну вот сегодняшняя ситуация, это просто абсурд. Я села в этот уголочек, он ко мне подходит и говорит, а вы зачем на пол сели? Я говорю, ну, хочу посидеть. Он говорит, у вас прием? Я говорю, ну да, мастер еще не пришла. Он такой, ну, вы понимаете, что так делается, только неуважающие девушки. Встаньте, встаньте, типа, безпожалуйста, встаньте. Я говорю, ну, нет, типа, я хочу посидеть. Он такой, ну, если хотите посидеть, вон, посидите в туалете. я говорю не хочу сидеть в туалете будет но на полу полежите во что родители не учились родители научили так делать я говорю да он такой ну вы понимаете это частная территория сейчас вызову росгвардию если вы не встанете говорит я в дом даже по документы могу показать или что он не сказал про документы говорю ну покажите мне документы он такой говорю ну покажите мне документы я встану и он ничего мне не говорит я говорю ну покажите мне документы подтверждающие все это я тогда встану он такой ну понимаете что девушки просто пошли конечно ужасные вы зачем так себя ведете? Я говорю, ну как я себя веду? Я просто сижу, я хочу посидеть. Говорит, ну вон, полежите, идите в туалет. Еще раз мне это говорит. Я говорю, да я не хочу в туалет, вы понимаете? Я хочу тут посидеть. Он говорит, ну давайте я вам стул дам. Я говорю, ну давайте не стул, тогда я сядю на стул. Он говорит, ну сейчас дам. Ой, ну это, конечно, ужасно. На полу сидите, так это себя просто не уважает. Девушка просто не уважающая себя. Я говорю, да, да, хорошо, хорошо. И он мне миллион раз сказал про воспитание родителей. Он мне миллион раз про все это сказал. Я говорю, да, да, хорошо, хорошо. Но как он в Росгвардии? К сожалению, я этого все не сняла. Я так хотела. Но если он был в Росгвардии, то бы я это сняла. Это было бы смешно. Мне нельзя сидеть на полу в холле. Вот. По итогу потом пришла моя мастер. И разгибала его. Сказала, что типа, ну вообще что ли там? Ну мои ноготочки, кстати. Вот они. Цвет шикарный, девочки. Это просто что-то с чем-то. Цвет хаки такой. Красиво. Сейчас вот не знаю, куда пойти. Может быть, на пары? Ну пара у меня в 16, сейчас только 13 часов. То есть через 3 часа у меня будет пара. Одна. Лекция. Вы не знаете, нет? Ну лекция, экзамен у меня там. В общем, непонятно. Ой, смотрите, такая же вокруг весна. Вообще не холодно. Если бы у меня была чистая голова и улаженная прическа, и лицо без прыщей, то бы я даже шапку сняла. Так, дошла я с чистых прудов до Китай-города. Своими ножками. Купила вот такой вот бабл-ти. Это для фирмы очень вкусный бабл-ти. Просил очень холодный, кислый, не сладкий. И вот сейчас попробуем. Да, это про него. Я посидела в центральном рынке, а тут нельзя пройти к метро. Посмотрите, тут если приближаешься, то на тебя льет вот эта водонапорная башня. Спасибо. Сейчас придется обходить. Все, сейчас и с Евой встретились. Все-таки пришла Ева, и мы пойдем сидеть, слушать пару. Где не узнаем ничего нового. Ой, отсидели на парах, но там нечего было снимать. Я даже ничего не сняла, поэтому просто едем домой. Мы у Евы. Время 3 часа утра. Мы делаем проект, который давалось 2 недели. Вот такой вот у меня получается. Все размыто. Sorry, но нам еще не до этого. Пишет уже. Разрабатывает проект. А две плечи. Привет, Ляля. Ладно. Поган. Сегодня четверг. Всю ночь я сделала проекты. И когда делала, смотрю на Еву, а я такая... Поэтому ладно. Сейчас мы печатаем то, что у нас есть. Дорисовали таблицы. Ну, возможно, не очень, но ничего. Ничего страшного. Сейчас пойдет гулять с собаками. Мы сейчас уже уходим. Вот, кстати, зеркало, которое я подарила Еве. Очень классное. Я даже накрасилась немножечко. У меня ресницы, конечно, попадали. Но ничего. Смотрите, мы сейчас спустились в метро. И Еву мне говорит, смотри, звездочка. Я говорю, ого, вот еще звезда, вот еще звезда. Вот, 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 вот. Типа тут их очень много. Интересно, какого года это глядь. Мы уже немного... Ну, сейчас мы не опаздываем, но когда минуту есть не так. Мы приехали. Сейчас говорили о том, что мне приснился очень классный сон. Но я его забыла уже. Он был очень красочным. Я ночью подумала об этом. Мне это приснилось. Но я об этом забыла. Почему я это не записала? Может быть, что-нибудь придумала с этим сном? Но он был такой замечательный, что я просыпаться не хотела. Ну, возможно, я еще просыпаться не хотела, потому что спать хотела. Идем уже как 4 минуты пара идет. Вот мы приближаемся к нашему месту назначения на одну пару. Кто бы из вас приехал? Скажите честно, никто. Коран на месте. Все, мы освободились. Там очень много людей. Ну, не то, что я делала неправильно. У нее были придирки. Мы думали, что нам сейчас... Ну, пиздец. По итогу у нас практически все идеально. Мы в ахуе, потому что мы... То есть со всеми она была по 20, по 25 минут. А с нами 5 минут. 5 минут. Савина вообще 2. Мне она что-то там сказала? Чуть-чуть, тоже 5 минут. И все. И пока, ребят. И все. А мы сделали это за одну ночь. За одну. Молодые инфлюенсеры пришли поработать в Карлс. Берем макбук. Давай, пожалуйста, покажите, как правильно работать. Скажите, что вы делаете, когда приходите на завтрак рано. Я занимаюсь максимально важными вещами. Как и все. Как и все. На, ты весь. Кофе нужно взять на... Ну, знаете, горький вот этот. А, стар кофе. Блин. Ну, продуктив, продуктив. Продажи миллиардные. Записывайтесь с ней на курс? Я уже веду 10 компаний. Компаний. Я веду так. Ну, все. А как она? Вас приглашали в Дубае, наверное, да? Я уже... Ну, ты отказались. Ну, я здесь просто... Ну, я просто здесь... Ну, коты пью. Пришли. Вот такие вот. Это когда вот... Вкусные? Да. Берри сосисочка. Очень мягкая пылка. Вкусная свистка. Очень вкусная. Я вообще... Мне... И стоит тут магический такой. И соуса достаточно. 100 рублей всего. Очень вкусно. Это очень мягкий. Это стоит. Вот такие рыбные палочки. У меня жителька. Это вот мою ею. Спасибо, от меня. Пришла в дом. Смотрите, что за Ксюши такие на рекламе были шампуни. Давайте понюхаем один. Вкусно пахнет. Может, мою голову грязную? Короче, пока без них. Вообще, я знаю, что сухие шампуни лучше наносить на только что свежевымытую, высушенную голову, чтобы эффект чистоты держался больше, а не когда волосы грязные. Но еще я знаю, что его нельзя наносить так часто, поэтому в такие периоды, когда голова очень грязная, ее некогда, просто некогда вымыть, а следует при использовании шампуни. Ну, если не следует, а так все делают. Такие часики. Яркал. А еще у Ксюши в Рилсе такая баночка была. Как ее включить? Она светится. Будет в темноте видно. Как ее переключать, Ксюш? О, разъяснилось. Покажу вам. Такая вот еще. Даже галочка есть. Все, я сейчас пойду в Алборес забирать вещи для рекламы и погуляюсь с песиком. Еще хочу снять Рилс. У меня такая идея в голове возникла. Прикольная, наверное. Ну, не знаю, еще посмотрим. Сейчас, если куплю фурнитуру для нее, то сделаю вот такую юбку хочу сделать. Как свежо, как светло на улице. Ой, ну это просто не погода, а мечта. Надела Ксюши на кроссовки, они у меня такие маленькие, маломерят они прям конкретно. На пальцы давить, ну ладно, на прогулочку сойдет. Короче, мне там было просто стрёмно снимать. Там такой маленький магазинчик, поняли по типу смешных цен. По крайней мере, у меня такие ассоциации. Вот, и там были ремни Босс по 300 рублей. Вот, и я нашла только вот такой вот ремень с такой бляшкой, но он вообще не похож на эту. Не знаю, зачем тогда я его купила, но ладно. Если что, то сделаю с этим, но это уже не то будет. Ладно, завтра около универа пойду, пойду. Там есть магазин вот этих всяких штук. Там точно должен быть. Конечно, хотелось бы сегодня, но знаете, ну вот, я продолжу. В общем, я сейчас еще... Короче, грустно мне. Мне кажется, что я вообще ничего не делаю. Я написала об этом в своем телеграм-канале. Если хотите, то можете подписаться. Давно у меня чего-то такого не было. Возможно, еще есть другие причины, но я о них говорить не буду. Сейчас точно. Вот, и мне кажется, что я вообще ничего не делаю. Мне кажется, что мне кажется, что я что-то делаю. Может быть, у меня синдром самозванца, что я что-то делаю. Но, если расписать все дела, которые я сегодня сделала, получится достаточно большой список. Но, но, мне кажется, что все эти дела ни к чему не приводят. Хотя приводят. Если какое-то дело исключить из этого, то все рушится. Вот так. Не знаю, ну, ту же самую рекламу. Например, я сейчас снимала два часа рекламу. Два. Два. Вставляла тезис, сама там все это прописывала. Потому что чаще всего, вот вы смотрите рекламу в Инсте, где-то еще в Ютубе. Это все делаю я. Это все тезисы прописываю я. Ну, чаще всего. То есть, нет какого-то определенного тезиса. Есть вообще, типа, вот такая вот милая это что-то. Распиши тезис и создай. Мы это согласуем, либо не согласуем. Если не согласуем, то переписывай. Ну, вот такое вот. В таком плане ты все это делаешь. И кажется, что это было все сделано за секунду. Хотя она это потратила, ну, часа два. Вот так вот. Вот сейчас даже больше я потратила, чем два часа на самом деле. И вот так все эти дела накладываются. А если бы я не сделала рекламу, то, например, не заработала бы деньги. Если бы не заработала бы деньги, то не купила бы что-то. Если бы я это что-то не купила, то бы не сняла об этом видео. Ну, вот в таком плане. И это такие дела, которые никак нельзя исключить. И вот еще, то, что я, например, мало сплю, просто вот у меня одно дело, другое дело, и не успеваю сделать третье, а уже как бы 7 часов утра и скоро уже вставать на учебу, и это вот все так, типа, непонятно для меня. И как я понимаю, что я устаю, вот у меня начинает уже трещать голова, и сейчас, если я, например, буду монтировать видео и усну за просмотр монтажа, все, тогда это я устала. Если я просто чувствую какую-то усталость, я не понимаю, я сейчас хочу спать, потому что не спала, или не хочу, я себя хорошо чувствую, плохо, это для меня все так тоже непонятно, что, в общем, захотела с вами поделиться. Уже 23 часа ночи, 11 часов вечера. Сейчас буду еще писать тезисы, большие, с огромными правками, всегда на них правки. Сейчас еще один тезис отправил, на них тоже всегда абсолютно эти правки, и я вот не знаю, как я буду снимать рекламу, которую я написала сегодня, потому что это долго, Ну ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сегодня пятница, господи, как же я хочу спать, это просто, это очень сильно, это, ну, это невероятно сильно. Я уже должна сейчас прям выйти, я опаздываю, но мне не так похуй. Взяла одежду, которую я сейчас надену, нет, 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 очень, очень, нет. Голова еще мокрая, она не вышла, она не вышла, а что делать? Решила купить воду, не знаю, либо святой источник такой хуёвый, либо вода, ну, возле вообще, в принципе, для меня сейчас. Мои глаза такие желтые, ой. Сейчас, наверное, нанесу то на лицо, потому что я хочу, чтобы был такой немножечко защитный слой от внешнего мира. Я, конечно, еще крем нанесла уже, не знаю, время есть, но я такси вызывала просто. Опаздываю, я не взяла ни наушники, ничего. У меня 40% на 4 пары. Я еще и опаздываю. Ладно, да, холсика. Навернули холса и вперед. Вот я и приехала, пара началась уже как одну минуту. Ну, блин, я думала, что на улице будет теплее, во-первых, потому что очень что-то прохладно рукам. Странно. Вот, и еще в вагоне метро было холоднее, потому что там было открыто окно и иду, ветер. Было неприятно. Все, иду, там Ева мне пишет, что пока что нет учителя. Ну, ладно, мастерей вообще не будет. Все, приехала, вызвала такой вот лифт. Не забыла, что у меня еще на 6 этаж. Я думала, на 3. Поднимаюсь на этаж. И что вы думаете? А то, что пора уже началась как-то не сколько? 6 минут уже вообще-то? Нет, уже 20. А, 10. 10? 15 и уходим? Да. Так, что-то я не сняла, что мы делали в классе, потому что быстренько уснула. Перель, там, поспала немножечко. Сейчас у нас перерыв. Дохуляр минут. И нас не отмечали. Нас не отмечали, можно было поспать. Ладно, идем есть. О, боже. Я стояла в этой очереди. Сейчас купила пиццу. Пиццу. Складку с туком. Такой Цезарь, кстати, вот последний раз, когда это ела, это было, наверное, год назад минимум. Он был ужасным, тухом. Но сейчас я увидела у девочки какой-то свеженький такой. Я решила, сказала, да. Вот, потом еще пепси и воду. И все, мне это обошлось. Углевая, сколько? 500 рублей. 600. 500, реально? 600. А, 600. Ну, нормально. Мы с Евой. Мы с Евой. Как вам мои ногти? Меруты, правда, жухи стали? Тут очень жаркого на шапну открыли. Знаете, что по поводу салатами, то есть я его больше никогда не куплю. Он ужасен. Пока. Он идти на мусорку. Едешь? Давай. Ну, попробуй. Ну, типа, я не знаю, мне кажется, что он все-таки протух. То есть он протух-то, а ты говоришь? Ну, я не понимаю. Я так думаю. Ну, ладно. Не, ну мясо нормальное, все остальное. Мясо-то может взять сколько угодно. Да и сухарики тоже норм. Отсурели просто не очень. Вот, да, как будто салат даже как будто пробовать не хочется. Раньше тут был соус отдельный, потом смешивалось. Сейчас все так порезано, что как будто, ну, нет. И не прям хорошо. Ладно? Ну, иди туда. Нет. А то, что он сейчас подвинется. Мы заканчиваем. Это ужасно. Я просто... Это ужасно, короче. Ну, четыре пары это реально перебор. Очень плохо. Ну, сидишь, шея болит, глаза болит. Слушать ничего не хочешь. Вообще ничего слушать не хочешь. Станечка. Короче. Иди на мой. Пришла, и что по итогу? Я хотела сходить сегодня за ремнем, бляшкой. Ну, вы поняли, я вчера это рассказывала. И в том магазине около универа ничего не было. Я не успела снять, потому что я очень торопилась. Мы все это быстро-быстро и ничего не нашли. Сейчас тут. Мне просто пришла, было лень так далеко идти. Я могла бы зайти в рукодельницу, или как она называется, иголочка. Но, все закрыто, когда я прихожу домой. Спасибо. Ну, ладно. Не бывает хорошего результата без труда. Ну, наверное, нет. Ладно, по высловице нет. Ну, вы поняли, что я хотела сказать. То, что я всегда хожу по этому бордюрчику. Короче. Все, по всему закончу. Так, ладно. Пока что только дом. Я заказала пиццу деревенскую и москвичку. Очень удобно. Вот. Это что за хуйня? Бля, я ненавижу рук в пицце. Это прям вот я ненавижу. Ладно, съем вон ту. Сделала еще такой лимонад с мандарином. Очень вкусный, правда. Одно из них, из лучших решений было сделать его. Лежу, у меня болит голова. Трещит просто. Не выпила никакую таблетку. Надеюсь, просто уснуть. Сегодня суббота. Приехал, оказывается, Саша. Сейчас мне позвонили, меня разбудили. И сейчас снимаю рекламу и поеду к Саше с Лизой. Просто. Только выглядит моя рука, когда я крашу брови. Потому что это деваж, такая вот штучка. И у меня слишком много набирается отсюда. Я беру, мажу тебе на руку и потом крашу брови. Короче, мне сейчас нужно было снять рекламную историю под песню. Ну, типа липсинга. Но я там так уебищно выгляжу, блядь. Я урод. Хотя, ну, сейчас я себе не кажусь уродным. Но, блядь, я там просто уродят. Тут тоже, кстати, уже. Все, я уже приехала до ветра. Мне нужно в ЦДМ. Сейчас буду искать всех. Я так ничего не записала, не записала рекламу. Ну, ладно. Смотрите, какой тут красивый пол. Нет. Смотрите, какие тут стробоскопы. Ладно, на самом деле, я еще с Сашей с Лизой. Непонятно, где они. Встретились. Это Секлиди. Вон Саша. Ой, а где он? Потерялся. А, нет, вон он стоит за углом. Заходим. Я тут никогда не была, а это Саша, любимая пастырье. Сейчас я там чел, короче. Он просто сидел вот так вот на земле и плакал. Не знаю. Пахнет грек. В общем, мы решили выйти на улицу. Лизе стало холодно, а мне, кстати, очень жарко. В те время, что мы взяли. Это отдельно Саша. Хочет напиться сегодня, мальчик. Да что там двумя коктейлями-то? Ему это просто... Прочистить рот. Это просто червячка заморить. Да. Он волк. Сейчас мы едем к Лизе Сашей. Классный Петербург. И потом поедем в клуб. Мне стало холодно. Идем в красное-белое. За вот этим вот всем. У нас зовут бомжи. Видите, что мы купим ему стопку? Вот это вот. Вот это. Корзину выведем. Там просто бомжи попросили нас что-то купить. Ряд, давайте купим ему какую-нибудь. Вот это? Ну вот эту. Купим ему вот такое вот. Пусть радуется. Анис, Таш, ты что такое дешевое? Мы один раз ждем. Идет бомж. Просит деньги. Там кто-то идет. Он говорит, ну пять тысяч хотя бы типа дайте. Я думаю, ладно. Так, короче, мы купили вот такое. Сейчас отдадим. Одни попробуем. Четырехцев лоскутников. Да, пиздец. Не спасибо, не спасибо. А, ну, ади попробуем. Мы даже не должны были, реально. Мы даже не обещали. Ребят, вытирает. Подождите, не так быстро. На черный немножко нос. Побыли у Лизы. Выпили. Поговорили очень-очень долго. И где-то в три-четыре поехали в клуб. Мы сейчас были у Лизы. Но я почему-то этого не сняла. Приехала Ксюша. И мы сейчас едим. Куда? Мы едим за варку. Я уже очень пьяная. Я пошла этого и гермейстера. Но это ненормально. Снимает блок. Борис, 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 Борис. Он уже к нам мог еще приехать. Радио, Борис. Ситуация. Чего? Ну, скажи что-нибудь. Ну, нам нужно же левь, а какие-то свяжица. Ксюша, нормально, не реклама. Это не реклама, это обычная рекомендация. Пишите здесь на мой аккаунт Чипс, и я вас жду. Скажите, пожалуйста, куда мы приехали. В заварку. Я не знаю, меня везде вообще не было. В заварку. Я не знаю, черную, зеленую. Типа, нам кипятка еще не дали. Блядь, я прям сейчас. Все, заходим. Ксюша оплатит за всех. Слышная прическа. Антенны нам помогли войти. Надень, где сон, какой-то какой-то. В общем, время... Сколько время? 6-17. 6-17, мы приехали около Лизи. Вот, и мы сейчас ждем как-то домой. Мы приехали. Так, едем домой. Кирилл и Ксюша оба трезвые, потому что Кирилл не пьет, и Ксюша не пьет. И я думаю, что... Потому что я пьяная в говнище просто. Я думаю, вот смотрю на их реакцию, думаю, что они делают. Потому что я... Ну, типа, они оба трезвые полностью. Хотя Кирилл был в клубе, Ксюша была в клубе. И я полностью пьяная. Я не струбируюсь, короче, как Глент в видосах Влада А4. Влад А4 что-то говорит, а Глент... Ладно. Пол восьмого утра. Ну, я шла в Бургер Кинг, и сейчас едим еду. Ксюша голодовый ролл с креветкой. Я оказала очень много сырных медальюнов. Так, зашли в аптеку, купили вот такой энтердель. Это то, что мне помогает от всего. От похмелья, от каких-то безжелудков. Вот, это то, что мне помогает. Мне помогает от отравления. Сегодня воскресенье, вот. Не знаю, мне хоть нормально. Мне почему-то вот тут вот болит, когда я открываю рот. Вот, как будто синяк, что ли, не знаю. Ладно. Сейчас буду записывать. Много делаем. Подожди, хочется только спать. Покажи это видео просто. Спросил броска на какую-то обезьянку ты похож. Вот это ты. Смотрите, уже ночь. Я заказала себе пиццу такую обычную. Очень вкусно выглядит. Безумно хочу есть. И поэтому, да, вот так он проходит в типичный день на самом деле уже. Всем спасибо за просмотр. Не обращаю внимания на звук сзади меня. Я в метро. Sorry, да, пришлось. Прости, что так давно не было видео. Следующее видео там про дни рождения, дни рождения пойдет. Всех люблю. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok